Всем привет! Продолжаем моделировать наш лесной домик, домик охотника, и мы на этапе расставления готовых уже бревен по так же готовому макету, который мы сделали ранее. И этот макет значительно упрощает видение самой модели, то есть как она уже будет выглядеть, и нам просто остается расставить бревна, доски и то, из чего состоит наш домик по своим местам. Применяем модификатор Slice, чтобы отрезать ненужные детали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я сделал копии бревен и поместил их в отдельный слой. Это на тот случай, если вдруг понадобится, я здесь все поизменяю в этой модели, то у меня будут готовые бревна, я их могу использовать далее. Далее... Здесь я планирую вырезать отверстия двери и на всякий случай я скопировал. Помещаем в группу выбранные части нашего дома и опять же таки применяем слайс, модификатор Slice. Размещаем режущую планку в нужном месте. Жмём collapse 2, чтобы применить модификатор. Продолжение следует... Удаляем ненужные детали и у нас получится входной проем. Если перейти в режим перспективы обзора камеры, то можно разместить ее внутри здания нашего и рассмотреть, как что здесь расположено, где какие ошибки и можно все это исправить. Нужно еще сделать отверстие. Выбираем окна и выбираем нужные нам детали. Разгруппируем сгруппированные и делаем другую группировку моделей для применения модификатора Slice. Немного искривим доски здесь, чтобы они были похожи на реальные. В плане размещения. Сами доски такие, какие были, такие остаются, но просто их чуть-чуть подвернуть и это дает такой эффект. Сделано по-быстрому, вручную, не на компьютере. Загруппировали. 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 И применяем модификатор Slice. Загруппировали. Чтобы вырезать наше окно будущее. старайтесь размещать разрез так чтобы он был перекрыт другой моделью и не было видно разрезанных деталей копируем доску нашу готовую и разместим ее в нужное место для дальнейшего использования том плане что придется возможно разрезать там как-то искривить и тем самым закрыть наши косяки которые здесь поставались открытые части модели это все нужно скрывать и тем самым можно сэкономить полигоны память вашего компьютера и видеокарты применим локальный модификатор слайс который встроен и детай был поле и точно также можно здесь резать и удалять ненужные элементы модели но если допустим нужно группу какую-то разрезать то конечно нужно применять внешний модификатор слайс которым я часто пользовался при создании этого домика можно использовать из одной и той же доски отрезанные части просто их располагать каким-то образом повернуть чтобы текстура не повторилась повторялась и расположить нужном месте модели по идее можно было не разрезать нижнее бревно которое там оно меня просто очень сильно смущает дорезать его до конца да и по нижнему бревну оставить окно но я здесь заморочился запутался слегка и поэтому здесь вот такое вот небольшая катавасия опять же таки хорошая мысль приходит позже уже при просмотре записи я вижу свою ошибку и тем самым я замедлился всего-навсего нужно было до конца отрезать бревно и по нижнему краю сделать окно или хотя бы нужно было сделать закрыть это бревно и просто добавить развертку там новый элемент этого бревна ну я решил тут немного покрутить доски честно говоря замучился ну что ж бывает такое у всех и и и и часть доски перемещаем ребро в нужное место и затем просто удалим ненужные элементы выделяем нажимаем дель и все готово ну вот остались небольшие косячки которые нужно исправлять можно было и нужно просто добавить уменьшить эту досточку по оси x и все и немного изменить развертку но я опять что-то там начал делать двигать смотреть избегайте таких ненужных ошибок даже если в макете там проходит высота это всего-навсего макет и если у вас не жесткие рамки там то придерживаться его стоит но не до миллиметра решил я здесь закрыть эту доску это получается новый элемент модели ну и ничего страшного если модель пересекающаяся развертки имеется ввиду то не имеет никакого значения новая эта модель или нет просто имеет значение том что потратите больше времени на количество разверток количество моделей что повлияет на количество полигонов и соответственно производительность игры больше делений не отдаёт как поэтому это о вы это вот Продолжение следует... Продолжение следует... Применю сверху модификатор отдельно... Ну, перед этим я снимаю галку Instance, чтобы не порезать все Instance копии. Применяем знакомый нам уже модификатор Slice и вырезаем окно. И здесь я уже нижнюю часть, нижнее бревно не стал резать, а оставил его целым, потому что это морока там целая. Чтобы все совпадало, чтобы все перекрыто было, чтобы не было видно открытых частей. И здесь тоже, возможно, нужно было просто три бревна вырезать и оставить... Ну, в общем, не разрезать бревно в центре, а просто оставить, ну, окно как целиком. Цельные бревна можно было оставить, просто окно было немного ниже. Ну, так я уже первое окно сделал таким образом, поэтому и второе точно так же начал делать. Вот. Вот такое маленькое окошко получилось, и с правой стороны бревна нужно будет закрывать досками, чтобы не было видно открытых полигонов. Зажав Shift и перемещая модель по осям, вы делаете копию модели, которую можно применить instance или обычную копию. зажав горячую клавишу P, можно перейти в режим перспектива, и изнутри нашего дома посмотреть как там, что расположено. Тоже этим пользуйтесь, чтобы рассматривать модель таким образом. очень много времени я здесь потратил на изготовление этой доски, которая не нужна. и не хотелось мне изменять размеры вот той доски, которая с правой стороны, если сейчас смотреть прямо, да, коротенькая доска. Её нужно было просто отмасштабировать по Y и всё, и изменить развертку. Два простых, коротких, быстрых действия, но я решил пойти более сложным путём. Не повторяйте таких путей. Сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа, и опыт, сын ошибок трудных, гений, парадоксов, друг. Сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа, Александр Семьевич Пушкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, вроде бы замаскировал все огрехи модели таким образом, чтобы не было видно открытых полигонов. И вот настал черёд. с задней стенки здания, здесь тоже нужно сделать окно. И таким же самым образом группируем и слайсом вырезаем. Снимаем галку Instance, чтобы не повредить готовую модель. Применяем модификатор слайс. И здесь я уже не стал придерживаться макета модели, потому что это мучение. И отрезал так, как нужно мне. для экономии времени и нервов тоже. Уделяем интересующие нас полигоны и нажимаем на и удаляем ненужные элементы модели. Тут я засомневался, стоит ли так делать или пойти по старым путём, как я мучился с этими маленькими окнами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Решил я всё-таки всё отменить и оставить неразрезанную это бревно, потому что это просто какой-то караул. Видимо, уже я долго просидел за кампом и устал. И, так сказать, свежие решения уже не приходили, не посещали меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришлось мне поработать, конечно, с этими окнами, но скажу, что сам виноват. Можно было быстренько всё это сделать. Но мысль такая меня не посетила в тот момент, когда я делал модель. Видео всё равно я это оставляю, чтобы было видно, с чем приходится сталкиваться. Столкнулся здесь я в данном случае с самим собой, что не отреагировал на простейшую вещь. Но, опять же таки, могу сказать, что устал, скорее всего. Я засиделся с моделькой и поэтому так она тяжело шла у меня уже под конец. В данном случае я закрыл полигонами модель и нужно изменить развертку, чтобы она была нормальной, без артефактов. Если этого не сделать, просто наложить текстуру, будут артефакты. Подтяжки различные, размытие текстуры будет некрасиво. Ну и я буду заканчивать это видео. Такое тяжелое оно получилось по исполнению. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Канал называется Вадим Ситников. Здесь вы узнаете много полезностей о 3D графике, о моделировании, о скульптинге. Также есть видео ArtCam. Приходите, смотрите. А я на этом прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok